Когда-то давно, когда мы жили еще в Советском Союзе, на одном из семейных ужинов моя тетя зашел как-то разговор на эту тему и я ей задала вопрос тете старой умной в чем вот как она видит в чем состоит смысл жизни она не задумываясь ни на секунду ответила смысл жизни в детях на тот момент у меня был маленький ребенок и я подумала наверное это окей и очень многие люди нашего поколения уезжали примерно в то же время 90-е годы уезжали из Советского Союза и среди людей бродила такая фраза я уезжаю для того в другую страну ради детей то есть мне как бы самому ничего не надо но я уезжаю ради детей прошли годы дети выросли и я стала задумываться ну хорошо а что если ребенок вырастает и уже как бы ради детей нет смысла жизни уже жизнь теряет всякий смысл вообще то есть жизнь показала что наверное это определение очень важное ради детей но наверное не полностью состоятельное наверное есть какие-то еще другие смыслы жизни скрытые от нас и хочу порассуждать на эту тему в таком вот аспекте в принципе давайте задумаемся что человеку нужно вообще в жизни чего он хочет человек хочет получать удовольствие вот когда он получает удовольствие у него все сбалансирование у него все гармонизировано ему хорошо а что такое получать удовольствие но разные люди получают удовольствие от разных вещей одни люди получают удовольствие когда получают много денег вот они получили много денег много удовольствия другие люди получают удовольствие когда они тратят деньги третьи люди получают удовольствие когда их повесили на доску почета и к ним относятся с уважением четвертые люди Люди получают удовольствие, когда они занимаются милосердием и помогают страждущим, больным, несчастным и так далее. То есть мы все разные, и возможности получения удовольствия у нас у всех разные, это нужно понимать. Я бы в этом смысле подумала бы о двух вещах. Два ключевых слова, на которые, мне кажется, следует обратить внимание. Это первое слово «востребованность», и второе слово «отдача». Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно быть востребованным. А что значит быть востребованным? Быть кому-то нужным. Быть нужным нашим детям, которые нуждаются в защите, быть нужным нашим пожилым родителям, которые нуждаются в уходе, быть нужным членам нашей семьи, которые нуждаются в заботе, быть нужным на производстве, быть нужным в обществе. И вот эта востребованность, это, в общем-то, ключевой момент. Когда мы уезжали, в тот момент я лично чувствовала общественную невостребованность. И как-то это было не очень приятно. Вроде бы учился, учился, и никому это не надо. И многие люди, вот сегодня, многие люди говорят, что раньше было бы даже не так плохо, когда студенты по окончании высших учебных заведений должны были отработать 3 года на каком-то месте. По распределению. Тогда это всем не нравилось, говорилось, вот как это нехорошо, нет свободы выбора, нельзя пойти туда-сюда, 5-е, 10-е. Сегодня этого нет, и сегодня нужно самому устраиваться. Люди говорят, ну надо же, а вроде никому и не нужно, никто тебя брать не хочет. И вот это очень интересная вещь. То есть здесь, в Америке, тебя никто тоже на работу не возьмет, если ты не нужен, то есть если ты не востребован. Поэтому в тот момент, когда ты идешь получать какую-то профессию, да, и хочешь состояться в ней, то неплохо бы понять, а вообще действительно, кому работники такого профиля нужны. Можно состояться в семье, и мы знаем много примеров, когда раньше, например, женщина не работала, и она полностью была реализована в семье. Кто-то был счастлив от этого, кто-то был не очень счастлив, но не было другой возможности, и волей-неволей им приходилось довольствоваться той ролью, которая им была отведена. Однако сегодня жизнь предоставляет больше возможностей для того, чтобы самореализоваться. Единственное, что надо найти ту область, где ты будешь востребован. На производстве ли, да, в обществе, в общественной работе и так далее. Но что значит быть востребован? Значит, твою помощь, кому-то нужна твоя помощь, ты должен что-то отдать. Вот второе ключевое слово, на котором я хотела бы заостриться, это слово «отдача». Оно имеет такое интересное свойство, что если мы что-то отдаем, отдаем в семью, отдаем в общество, отдаем в работу, отдаем в творчество, мы как раз-то и получаем назад вот это самое удовлетворение, которое и есть в основе, которое и лежит в основе смысла жизни. Поэтому, получается так, чем больше мы отдаем, то тем больше мы и получаем. Казалось бы, человек, допустим, заработал какое-то количество денег, он любит поехать и любит потратить деньги, делать шоппинг, но как долго, как надолго хватает удовлетворения от потраченных денег, да, вот так он надел, там что-то новое на себя пошел, похвастался, вроде все, на следующий день уже как-то кураж проходит. Ну да, да, вот есть у меня новый телефон или новый компьютер, или новая машина и так далее. Проходит какое-то время, удовлетворение это проходит. Чем больше мы вкладываем своей души и своих сил в какой-то процесс, то тем большую отдачу мы получаем и тем больше удовольствия мы получаем. Отдача намного выше. Собственно, вот в этих нехитрых словах и есть смысл жизни скрытый. Я недавно внучке своей читала книжку «Короленко. Дети подземелья». Со времен детства у меня осталось ощущение, что эта книжка очень грустная, потому что она кончается тем, что девочка умирает. И я всегда, когда в детстве еще читала эту книжку, я всегда плакала. И поэтому у меня не было хороших ассоциаций, связанных с этой книжкой, потому что было очень грустно. И второй раз не хотелось грустить и плакать. Даже сейчас, когда уже в возрастном состоянии, я читала все-таки, когда девочка умирает, и все равно у меня катится предательская слеза. Но сейчас я, конечно, посмотрела на эту книгу совершенно по другим ракурсам. И она произвела на меня очень большое впечатление. Мы все, наверное, это проходили в школе, но не все, наверное, помнят, о чем там речь. Я в двух словах буквально скажу, потому что это очень серьезная книга, очень серьезная. Сюжет такой в двух словах. Мальчик лет 10-11 потерял свою маму. И ему нужна помощь, ему нужен душевное внимание, ему нужна поддержка. Его сестра, еще маленькая, не понимает, и ей достаточно ухода няньки. Его отец в полном горе вообще забыл про сына, не видит его в упор своего сына, не понимает, что ему тоже больно. В своей боли он закрылся и не дает отдачу своему сыну. Мальчик предоставлен сам себе, поэтому он ходит на кладбище, в церкви, в склепы и так далее. И встречает вот этих вот бездомных детей, которые находятся в еще более худшем положении, чем он сам. И детское сердце открывается навстречу этим детям. Он чувствует свою востребованность, он чувствует, что дети радуются его приходу. Он приносит там им яблоки какие-то, печенье со стола. И они каждый раз радуются, когда он приходит. И он уже чувствует, что он не может не приходить к ним. Эта часть становится его жизни. Он приходит к ним, проводит с ними время. И вот девочка, младшая Маруся, она заболевает. Она перестает ходить, перестает смеяться. И становится все очень грустно. И тогда он же, чувствуя свою ответственность за нее, он хочет ее развеселить. И он уговаривает свою сестру дать ей на время поиграть красивой куклы, которую подарила мама. Которой уже больше нет. Сестра согласилась дать ей поиграть эту куклу. И сказала, что она никому не скажет в течение какого-то срока, 2-3 дня. Но проходит 2-3 дня, девочке становится все хуже. Она находится в забытии. Он приходит забрать эту куклу, но она не отдает ее. И все попытки забрать у больного ребенка, у кровати которого они находятся, забрать эту куклу, они ничего не приводят. И он говорит, хорошо, не надо, пусть эта кукла будет у девочки. Мы не будем забирать ее. Но туча сгущается. Уже дома заметили пропажу. И отцу рассказали, что он тащит из дома все. И отец, который, в общем-то, сам в своем горе, но ему не хочется тоже вникать в эти сыновья проблемы. И уж то, что сын растет вором, уж вовсе неприятно. Отец – пащенный человек, он судья, и, в общем, для него все эти вопросы очень болезненны. Вот. Поэтому отец начинает с ним серьезный разговор, и в этот момент приходит отец вот этой девочки, который вор, который сам боится связи там с судом и так далее, потому что у него, у самого родится в пушку. Он просит у отца возможности поговорить с ним и объясняет, что мальчик взял куклу не для того, чтобы ее украсть, продать, заработать деньги и так далее, а он принес ее девочке, которая умерла, и больше ей уже кукла это не нужна. Он возвращает эту куклу, и, собственно, на этом практически все кончается, потому что отец после разговора с отцом этой девочки приходит, он впервые увидел сына. Он впервые, его глаза уже выглядели совершенно по-другому, не так, как раньше. Нам тут говорят, что мы должны встать левую полосу. И в этот момент и отцу, наверное, стало легче, потому что он немножко по-другому посмотрел на своего ребенка, он понял, что он ему нужен, и, наверное, у них как-то со временем все образуется. В такой ситуации, связанной с большими потерями, находятся люди, которые прибыли в состоянии депрессии. Они принесли большую потерю, они чувствуют, что ушло что-то важное из их жизни, и они оказались потерянными, невостребованными. И в этом смысле, конечно, большую целительную помощь оказывает вот то, что здесь называется волонтерство. Это работа с людьми, бесплатная работа с людьми, которым помощь нужна еще больше, чем тебе. Как правило, это больные дети, или больные раков дети, или взрослые, старики больные, и так далее, и так далее. И вовлечение в такую деятельность, и каждый день общение с людьми, которые испытывают в тебе потребность, и состояние их еще хуже, чем твое состояние, оно, как ни странно, оказывает положительный лечебный эффект, и люди выходят из состояния депрессии вот через отдачу, через помощь другим людям. И все это приносит огромное удовлетворение. Как только ты начинаешь отдавать, сила отдачи очень сильная. Ты начинаешь получать взамен компенсацию, ты начинаешь получать взамен оценку своего вклада, тебя другие люди начинают ранжировать, они начинают к другому относиться, ты сам повышаешь свою самооценку. Нельзя повысить свою самооценку без того, чтобы была оценка других людей. Но если ты начинаешь что-то делать положительное, будет это на производстве, или будет это в обществе, или это общественная работа, и так далее, и все люди высказывают тебе свое благодарение за эту сделанную работу, у тебя повышается оценка своего вклада, оценка своего труда. Здесь называется self-esteem. Уходят русские слова, извините, пожалуйста. Выскакивают английские. И совершенно приобретают в жизни другую осмысленность. И некоторые люди, которые имеют проблемы со здоровьем и не могут себя реализовать, как обычные люди в повседневной труде, они находят вот такую отдушину для себя и находят реализацию либо в духовной жизни, либо в общественной жизни. И это им приносит колоссальное удовлетворение. Это то, что помогает им жить. Ну, вот так вот кратенько, кратенько понемножку о такой огромной теме для затравочки, что такое, что-то связанное со смыслом жизни. Это то, как я интуитивно к этому прихожу на склоне лет. И если у кого-то есть какие-то замечания или комментарии, то было бы интересно это все послушать тоже и посмотреть. Вот, так что всего вам доброго. Пишите, присылайте видео. Будем вешать. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok